Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев и, как всегда в это время, мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках и рядом с ними. Вот такая у нас сегодня неожиданно пришла идея. А почему вы нам поговорите еще о том, что происходит рядом с финансовыми рынками? Дима, не кивая головой, пожалуйста, это предложение Дарья. Я не киваю, я как раз таки мотаю. Это как, по-моему, в Венгрии где-то или в Болгарии. В Болгарии, да. Да, там соответствует нашему нет. Кивку головы в здоровье. Я не болгарин. Я не болгарин. Причем непонятно, чему в итоге верить, словам или жестам? Делам. Привык такую фразу. Надо верить поступкам, да? Ладно, давайте начнем традиционно. Прежде всего, да, я представляю моих гостей, с удовольствием это делаю. Сегодня в студии сухого остатка Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента Аль Пари. Добрый день, Даша. Добрый день. И в студии Дмитрий Александров. Не болгарин, а начальник отдела аналитических исследований институтной группы Универ Капитал. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Как всегда, воспользуйтесь этой возможностью. Собственно, тему обозвали мы следующим образом. Аппетит к риску на рынках растет. И надежда на новогодние ралли вроде бы как-то забрежжила. Ну, вопрос, знак вопроса в конце, поэтому, может быть, это еще и не так очевидно. Ну, по крайней мере, учитывая, что происходит сегодня на российском рынке. Ну, а то, что происходит в целом на финансовых рынках, к этому моменту, давайте я быстренько нарисую. Итак, картина маслом. Картина маслом, 1506 в Москве. Традиционно начнем с закрытия вчерашней американской торговой сессии, которой опять аплодисменты, я уж не знаю, кому, господину Бернанке, американцам ли. В целом закрылся американский рынок на положительной территории. Очередной исторический максимум по S&P 500. Мы 1754 пункта, полпроцента прибавил. Доу Джонс не отставал. Плюси на полпроцента. Чуть хуже Насдак, две десятые процента. Все остальные сегодня в красном. И начнем даже с Азии, потому что она показала сегодня существенное снижение. Никей почти на 2% просел. Почти полтора процента также в отрицательной территории Шанхай-Композит. Ну и кто следит за валютным рынком, видели, что иена сегодня укреплялась достаточно серьезно. После вчерашнего ослабления. Так, смотрим Европа. Европа сейчас в легком минусе. Минус три десятых чиряет FTSE 100. А индикатор российского рынка в минусе же, но в более серьезном. РТС минус процент. МВБ минус восемь десятых процента. 1516. РТС пока еще выше 1500. 1500-1502 его текущая котировка. Рубль слегка слабеет сегодня. Смотрим на сырье и на Форекс. Бренд, ну, устал я эту цифру произносить. И тем не менее, до смешного. 109,5 стоит эта бочка этой нефти, как вкопанная. А вот Лайтсвитс, а Дима, ты нам сегодня, наверное, как всегда это объяснишь, ниже 100. Причем серьезно. Полтора процента потерял. 96 долларов стоит. Ну, почти 97, 96, 80. То есть, опять спренд расширяется, да, если об этом говорить. Золото. Ну, вчерашний скачок, да, практически во всех мажорах, во всех инструментах и валютного, и сырьевого рынка. Золото показал 1345, по-моему, вчера, да, сейчас немножко корректируется. 1330, тем не менее, его текущая котировка. В евро-долларе также позитив 1000, 1000, говорю. 1,3750, да, ну, опять, практически 1,38 было вчера, да, там, 37,90. Было, было. Вот, 1,3750, небольшая коррекция, но, как бы, все понятно. И набор голубой фишек сегодня в основном в минусе. Лучший рынок Аэрофлот полпроцента, Норникель 0,3%, и Уралкалий тоже растет на 0,3%. Остальные снижаются. В частности, Газпром минус процент, ВТБ минус процент, Сбербанк минус процент. Так договорились. Полпроцента рост телеком, рост нефт 0,6% снижается. И кто тут еще, Северсталь, вот, больше двух процентов минус. Вот такова картина масла к этому времени. Все, что мы видим. Ну, кстати, ежели вернуться к названию, это будет новогодний ралли, Даша, Даша, расскажи, пожалуйста, ты наверняка же ждешь новогодний ралли. Жду, конечно. Подарков, подарков Деда Мороза. Подарков Деда Мороза, Снегурочки, гномиков. На самом деле, на валютном рынке жду. Причем жду, потому что Соединенные Штаты Америки... Подожди, на валютном, на международном валютном рынке? Или ты ждешь, что рубль у нас вырастет там до 25? Рубль до 25 вряд ли. Ну да, а как на валютном рынке выглядит ралли новогодний? Ралли? Волатильность сумасшедшая начинается. Я думаю, что мы ее увидим, потому что спасибо Соединенным Штатам, решения не приняты, решения опять отсрочили, у них снова передышка, взяли, значит, почти полгода себе на решение всех этих проблем, и на этих новостях, собственно, мы увидели сильное снижение доллара. А сильное снижение доллара — это сильный рост остальных валют против доллара. И понятное дело, что для большинства стран такая ситуация крайне негативна. Поэтому мы ожидаем, что все же Центробанки включатся и начнут эту ситуацию корректировать. Вот именно отсюда и пойдет некоторое движение. А каким образом Центробанки включатся и будут корректировать это движение? Валютными интервенциями? Во-первых. Во-вторых, кто-то может особо рисково решиться даже на смену ставки, например. Но для этого нужна, конечно же, политическая воля, которую я все жду. Ага, жду. Как того Деда Мороза, да? Как того самого, да. Все еще верим, да. Все еще верим. Девушка ей простительна, боже мой. Конечно, Деда Мороза верит все еще, ждет этих политической воли. Мы-то с тобой не ждем уже ничего. Мы же серьезно смотрим на вещи эти. Давай. Реально? С точки зрения новогоднего ралли, я, честно говоря, у меня двойственные ощущения очень. И я им сейчас, конечно, поделюсь. Потому что, с одной стороны, если говорить о валюте, продолжая, да, может ли быть там действительно политическая воля решения поставки в еврозоне, она, конечно, может быть. Посмотреть, что делается с безработицей там, двенадцатая, да, и седьмая в Соединенных Штатах. В принципе, тем более, что со стороны ЕЦБ не было однозначного неприятия снижения ставки. Ну, другое дело, что оно не поможет. Но это с точки зрения безработицы. А с точки зрения валюты, это действительно может развернуть вот от уровня там 1.39, куда, скорее всего, мы все-таки дойдем. И в ближайшие дни мы увидим 1.39 в паре евро-доллар. Оттуда может быть как раз движение вниз. И все это, на самом деле, такая большая консолидация в треугольнике уже длительное время идущая. Если говорить об акциях и об акциях на российском рынке, ну, или даже шире, да, потому что сложно оторвать. Хотя он и сильно раскоррелирован в последнее время, но, тем не менее, оторвать не получится от всего остального. То здесь у меня входят в противоречие, с одной стороны, фундаментальные факторы, зависит техническая картина. Техническая картина не столько по нам, сколько по Соединенным Штатам. Те, кто смотрит, сейчас видят, что там пробит очень большой с 2000 года формировавшийся, ну, можно сказать, что это треугольник, в принципе, треугольник. Мы его пробили вот за последнюю неделю, на той неделе, да, большой свечой вверх ушли. И сейчас там, в принципе, есть возможность просто вернуться сверху и подтвердить этот пробой. Если бы не очень сильные дивергенции, медвежьи дивергенции практически по всем индикаторам, прежде всего по Max, по RSI, на месячных графиках, на недельных графиках, на дневных графиках. Вчера к ним присоединились четырехчасовки и часовки. С точки зрения свечей там, ну, не то чтобы вечерняя звезда, нет ее, к сожалению. Поэтому сложно говорить. Сейчас про Новый год вспомнил, да? Да, да. Но, тем не менее, тоже фигуры слабые, для продолжения тренда слабые. Но все это происходит на сохранении притока ликвидности. Явно, скорее всего, уже не будет уменьшения этого притока ниже 85 миллиардов в месяц. Явно по ставке уже говорят, что чуть ли не до середины 2015 года будет низкая ставка. Ну, ставка сейчас вообще не особенно, грубо говоря, никто и не может предположить. Увлечение ставки ФРС сейчас нельзя предполагать. Особенно, если посмотреть на их инфляцию. И все это происходит на фоне начавшего восстанавливаться роста. Причем очень характерная ситуация. Мы видим, что если посмотреть динамику ВВП за последние четыре квартала, мы видим сближение, так сказать, между развивающимися странами, которые сползают, либо стагнируют, либо сползают, и развитыми, которые либо начинают активнее расти, либо выходят из минуса. Все практически. В ЕС начинается такое выползание вверх. Там хуже только самые-самые периферийные государства. Но об этом потом. Об этом, да. Действительно, сейчас прервемся, новости послушаем, а потом продолжим эфир. Обсуди свои инвестиции на сайте спонсора программы «Сухой остаток» whotrades.com, первой социальной сети трейдеров. Итак, продолжаем эфир. Уважаемые слушатели, «Сухой остаток» на «Финам.ФМ». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари» и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универкапитал». Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Ну и по поводу долгожданного новогоднего ралли. Собственно, гадаем. Гадаем. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, спрашивайте. Ну что ж, давайте, собственно, еще немножко вокруг новогоднего ралли. Если вернемся к тому, что происходит в Америке сейчас, Дим. Ну, очевидно же, да, по поводу монетарной политики Даша вспомнила. Как минимум до конца года она не изменится, да, все проблемы эти перенесли на следующий год. Ну, сам Бог велел покупать, наверное, то, что мы сейчас и видим. Ну, мы это и видим, да. На самом деле здесь вот ситуация сходная с тем, мы об этом говорили уже много раз, но всегда сложно верить, или даже не то, что верить, а следовать тому, что говоришь, когда реально приходится. Что с 2003, со второй половины 2003 года по 2006 была ситуация примерно такая, более-менее восстановление экономики, да, хотя в конце, уже в 2006 году было и замедление на рынке недвижимости, да, характерное. Растущая ставка и при этом растущий рынок, агрессивно растущий рынок. Здесь тоже покупки и даже сильных коррекций-то не было, вроде бы. Были такие попытки, да, активных продаж, пробивались мы из растущего клина, если опять к технике возвращаться, и вроде бы было все за то, что уже надо падать. Потом опять происходит выпуск, например, негативной статистики, и на этой негативной статистике следует заявление со стороны регулятора или какого-нибудь регионального банка, или со стороны Федрезерва о том, что мы будем сохранять мягкую политику, и дальше на этом начинаются покупки, при том, что начинаются они в Штатах иногда гораздо активнее, чем в Европе. То есть и Европа, и Россия все выжидают, все в неуверенности, а там продолжаются покупки. Понятно, потому что, грубо говоря, собственные деньги, собственные риски, собственные активы. А никуда притока нет. И за рубежом тоже, собственно, нет активных покупок, потому что ситуация не вполне понятная. У всех ощущение, что очень краткосрочный позитив-то. Ну, может быть, там, среднесрочный. Ну, да. Краткосрочный позитив, который затягивается на годы. На квартал, да. Но из-за того, что вот эта затяжка все время идет, то, естественно, что все покупки сосредоточены там, где источник этого позитива. Вот поэтому Штаты существенно опережают остальных. Кстати, Дима затронул тему статистики, Даш. Вот вчерашняя статистика внеочередная по рынку труда так вот всех как-то взбудоражила, что опять начались активные продажи доллара, и народ радостно начал это дело подхватывать. Собственно, в чем дело-то? Там опять очень хитрая ситуация, поскольку, ну, окей, безработица чуть-чуть снизилась, там теперь не 7,3, а 7,2, чему особо радоваться непонятно. И DP вышли хуже ожиданий. Но там была такая хитрая история, что они пересмотрели прошлое. И вот если посмотреть вот этот вот пересмотр и переложить его на новые данные, то, по сути, они, данные, которые вышли, они совпадают с прогнозом. То есть там как было плохо, так и осталось. И, по сути, вот позитива ждать-то, как мы не могли его найти, источник этого позитива, так мы, собственно, и не можем. Опять же, ждали сворачивания куе, да, мы упрямились и говорили, нет, не свернут. Потом подтянули вопросы с госдолгами, сказали, ну, теперь точно не свернут. Сегодня я на обсуждении одного из мнений услышала такую странную позицию о том, что вроде как экономика настолько слаба, что ряд аналитиков полагает, что в следующем году будет расширение программы куе-3. Экономика штатовская, естественно. Да, 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 естественно. И вот мне это мнение до сих пор кажется парадоксальным. Я думаю, что оно пока все-таки будут держать текущие темпы, и никакого движения со стороны штатов до февраля я не жду. Будет еще два заседания в этом году. Скорее всего, они скажут, ну, да, вот мы смотрим, все очень слабо, ла-ла-ла, посмотрим на следующий год. И в следующем году, как раз к февралю, когда снова встанет ребром вопрос госдолга и бюджета, вот там уже начнутся серьезные сигналы. До этого момента можно вообще даже не ждать никаких сильных драйверов. Ну, смотри, драйверов, да, действительно ждать не стоит, но от текущей тенденции сохранится она до конца года? Я думаю, что да. Вот приблизительно на тех уровнях, на которых есть сейчас, если не включится Центробанк и не скажет, все, у нас очередной раут валютной войны. Хотя она и так идет, просто разница в том, что они либо говорят, либо забывают, потом снова говорят, когда это нужно вспомнить. Вот я ожидаю, что сейчас будет новый всплеск. Слишком сильно доллар просил. Понятно, понятно. Так, хорошо, хорошо. Значит, я, Дим, тебе опилирую, просьба у меня была, в самом начале я ее озвучил, да, почему спред расширяет сейчас по лайт? Ну, здесь спред, вообще спред между лайт-суит и европейским сортом, это всегда история, внутренняя история США. Здесь примерно та же самая ситуация. Здесь, с одной стороны, долгое время не выходили данные по запасам, от Минэнерго, да, после этого вышли данные по запасам, и на фоне локального избытка нефти происходят вот такие резкие длины. Может быть, спекулятивные, может нет, я не знаю. Просто история с тем, как раньше расходился спред, была обусловлена, и эта история давняя, она фактически, наверное, еще с 10-го года пошла, если не с 9-го, обусловлена была тем, что существенно меньше, все меньше и меньше становились объемы торговли на Кошинге, на узле учета. Соответственно, чем меньше реальных физических объемов на базисе, тем меньше возможности быть бенчмарком, то есть, ну, как такой квази-ориентир, например, на 500 тысяч баррелей. Если обороты меньше, то неинтересно. Условно, 30 миллионов тонн прогоняется в год, значит, интересно. Если не прогоняется, значит, неинтересно. И вот не прогонялось. И главное, что по ощущениям было у всех, что все будет хуже и хуже, объем будет падать. Тогда и котировальное агентство, и Argus, и Platts вместе заявляли о том, что, ну, собственно говоря, эпоха именно WTI, как такого бенчмарка, она уходит. Все будут либо на бренд ориентир, либо будет еще корзина, где нужно будет составлять какие-то сорта, которые помогут из других регионов. С ориентацией, естественно, на Азию, как новый центр потребления. Ну, после того, как протянули северный трубопровод, увеличили объемы на Акушинге, снова вернулись, спред сжался чуть ли не до нуля и даже чуть ли не до инверсии, говорили, что может быть устойчивая инверсия, конечно, сейчас этого не произойдет пока. Что дальше будет? Во многом будет определяться тема, какая будет регуляторная политика самих Соединенных Штатов относительно стимулирования или отсутствия стимулирования добычи, роста объемов добычи внутри самих США. То есть дальше делать прогнозы по тому, куда пойдет спред, нельзя. Это связано скорее именно с регулированием, а не с, конечно же, ни с физико-химическими характеристиками, ни с объемами там танкерных поставок. То есть это все остальное, вся инфраструктура будет являться производным от регулированием внутри США. Я понял. Ну и не случайно, да, вот то, что мы последние несколько недель, наверное, видим, да, что бренд, он действительно как вкопанный, в районе там, да, 109 из полтины. Именно потому и начали в свое время говорить о том, что надо отказаться, собственно, от абсорта WTI в качестве бетчмарка, потому что становится слишком много спекулятивных операций, в отличие там от нефти, Дубай, например, да, где в основном, наоборот, реальные поставки. А с другой стороны, потому что волатильность очень сильно возросла, то есть, грубо говоря, WTI начинал ходить с очень большой амплитудой либо вокруг, скажем, бренд, да, либо просто, если сравнивать волатильность с сигмой, то там она была в разы выше, чем по всем другим, по всем другим сортам. Ну, а вот эта спекулятивная идея, которую мы тоже обсуждали многократно, она, на твой взгляд, сейчас актуальна, заработать на сужении, возможном сужении или там возвратить? В принципе, торговля спредом внутри сходных товаров, конечно, это хорошая идея. Просто я здесь могу сказать только то, что я не знаю, насколько он будет сужаться. На каких фьючерсах, на каком горизонте играть? В принципе, сейчас, наверное, да, это было бы разумно. Если рассчитывать на возвращение к спреду, грубо говоря, там, недельной давности, к давности, когда вот еще не началась эта проблема с нормальным функционированием правительства, нужно, чтобы сейчас как-то устоялась немножко статистика, тогда он вернется обратно к какой-то логике реальных физических. То есть сейчас на снижающейся как раз вот этой американской нефти, сейчас по идее спред должен сходиться. Дальше, там, через год абсолютно непредсказуемо. Смотри, вот бейчмарков ты заговорил, а бейчмарков, ну, бренд, понятно, лайтсвит под вопросом уже, а Юрлс окажется когда-нибудь? Юрлс в этом списке. Я не думаю, Юрлс как региональный, не знаю, тогда уж и СПО, потому что и усилий больше приложено было, и в принципе шансы есть, что и сейчас при увеличении объемов добычи, да, и если не будут расти объемы поставки на Китай напрямую, то да, конечно, конечно, там как раз в принципе уже на 400 тысяч баррелей можно выходить по следующему году, и если такая перевалка реально будет, то конечно, это было бы очень здорово, и это возможно. Да, еще раз повторить, что вне зависимости от химического состава именно объемы, да, Важно, понимаете, нефть, она всегда нефть, там может быть больше серы, причем критически больше для определенных НПЗ, но не важно, это значит будут под нее делаться определенные НПЗ, нужен объем, объемы, главные объемы, конечно, еще раз новости, потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, тема сегодняшней программы связана с аппетитом к риску, надеемся мы с вами на новогодние ралли, до которого не так долго по большому счету осталось, ну а по некоторым сведениям кое-где оно уже и началось. Но распродажи новогодние уже начались. Да, распродажи, распродажи, сейл, напомню, в студии Дарьи Желанова, заместитель директора аналитического департамента Альпари, Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы Универкапитал. Телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Давайте ближе, ближе к России, ближе к ее границе, ну сначала пару слов о Европе все-таки надо, наверное, сказать, да, во-первых, да, что меня заинтриговало, что вот эта политическая воля, да, замешанная на экономической целесообразности, извините, так витиеватая сейчас, да, замешанная, вот, она может подвинуть главу ЕЦБ, прежде всего, да, или там людей, которые, да, у ЕЦБ, у руководства ЕЦБ стоит, изменить монетарную политику. Это правда? То есть ты, в принципе, в это веришь, что могут что-то, снизить процентную ставку. Я не верю, я надеюсь. Надеюсь. Потому что, понятное дело, что котировки для евро 1,38 и выше, это смерти подобно. Мы все пытаемся дождаться от них какого-то выхода из рецессии, вроде бы, как бы, какая-то статистика чего-то там показывает. На самом деле, все как было плохо, так и осталось. Ну, давайте по-частному. Безработица как была в вахтунговом состоянии, так она и осталась. Извини, в каком состоянии? В вахтунговом. А, вахтунг, да? Ахтунг, ахтунг. Надо же что-то делать. Причем у них она тоже растет, да. Изработицы. В смысле у них, ты имеешь в виду, в смысле у немцев. Непосредственно. Слегка, слегка. Да, да. Не так страшно, как там в той же Испании или Греции, но, тем не менее, просто там уже никакие ворота не лезут. И понятное дело, что сейчас Европа пожинает плоды штатов, потому что, да, это, грубо говоря, евро как был фундаментально слабый, так и осталось. Вот то, что мы видим, это чисто и спекулятивная накачка. Вот и все. То есть, как обычно говорят, евро-доллар движется вверх. Это не результат того, что покупают все активно евро, да, это и результат того, что продают все активно доллар. Ну, и есть, конечно, люди, которые верят в евро и почему-то его покупают. Ну, вот, вы же понимаете, инвесторы разные бывают. Вот. И Драги в своем заявлении говорил уже не раз о том, что евро слишком дорогое и есть действительно опасность утопить едва-едва возрождающийся рост. Из его выступлений стало понятно, что, в принципе, он себя морально готовит к тому, чтобы на какой-то шаг пойти. И мы не исключаем, что действительно он пойдет на то, чтобы поменять ставку. Я согласна с коллегой, что это будет поздно и недостаточно. Но, по крайней мере, это будет важный сигнал для инвесторов, что, по крайней мере, какие-то шаги они предпринимают. То есть психологически важный сигнал. Что мы тоже что-то делаем. Здесь, собственно, самое главное, это вот как раз-таки психологическая готовность к тому, что мы ситуацию не оставляем. Потому что пока они бездействуют. Так же, как и там ЦБ Японии, да, иена укрепилась. Им сейчас это не нужно, хотя у них уже очень все неплохо. Но, тем не менее. И сейчас они пока смотрят до какого, до чего дойдут, чтобы потом включиться, когда нужно. Потому что, окей, 98 для них нормально. Даже до 94 иен за доллар для них еще приемлемо. Но целевые показатели это у них значительно выше. И я не сомневаюсь в том, что через какой-то краткосрочный период они снова включатся и снова будут иен утопить. То есть 105 мы увидим точно, если пробьем 105 и 110. Поэтому вот ожидаем. В любом случае, вся политика сейчас реакционная. Реакционная на те решения, которые принимаются в Штатах. Оно как было, так и есть сейчас. Понятно. Ну, а учитывая, да, что в среднесторе с перспективой мы никаких особых решений это и не увидим, то еще раз я просто подчеркиваю, что все, видимо, будет развиваться так, как развивается. Да, может быть, внутри этого периода, высокого, ну, как у нас обычно очень всегда, либо октябрь нас распродают, либо ноябрь нас распродают. И опять же, технику не обманешь, все-таки, если должна быть коррекция, она будет. Вопрос просто, от каких уровней и опять же, до каких уровней. Это уже может решать регулятор. То есть что-то будет. Волатильность точно, я думаю, будет еще за последние два месяца. очень, может быть, неприятный сюрприз, но выправится. И, собственно говоря, январь, февраль, я думаю, мы окажемся выше. И Штаты, и мы окажемся выше. Вопрос, куда дальше. Поэтому, это, собственно говоря, вопрос, который все себе задают, и чтобы расти, на чем-то нужна идея. Идея просто так восстановления, это не очень понятная идея, потому что просто так восстанавливаться на самом деле не получится, учитывая, что в Китае меняется экономическая модель. Поэтому, кто будет потреблять? Если Америка хочет быть вновь индустриальной стороной, и при этом нужно что-то делать с Германией, что-то нужно делать с Китаем, и с снизившимся платежеспособным спросом в Европе, в периферийной Европе. То есть, где-то нужно брать деньги, которые будут считаться обеспеченными деньгами и долгосрочными деньгами. Таких денег сейчас, в общем-то, нет. Все это понимают. Поэтому мы, просто я к тому, что мы рискуем, вот ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались, на самом деле, помните, раньше обсуждали там дефолт Греции, там через квартал, через два квартала. И очень нравилось. И всем очень нравилось, и все каждый раз его ждали, потом разочаровывались. Вспомнили, какие были доходности, какие они сейчас. Извини, пожалуйста, вот взрослые люди, я так сейчас подумал, какие наивные, вот эти все взрослые люди, и мы в том числе, кстати. Нами вот просто, как котятами, вот так вот. Давайте, ребята, Греции дефолт, ой, боже мой, потом раз, нет, не будет дефолт, фу, спас, слава богу. Начали расти, потом нет, все-таки будет. Сейчас вот Федорезерв, то же самое. Это было три года, вот. А теперь мы просто в ходе, может быть, в новые три года, или меньше, или больше, я не знаю, это будет период, когда каждые там полгода или потом чаще мы будем вставать перед проблемой того, что вот регуляторов национальных или, может быть, международных регуляторов, может быть, от ЕСМ будут ждать каких-то действий, что надо что-то делать, потому что экономика дальше не растет. Либо растет не так быстро, либо не растет, либо растет безработица, и это пока еще, заметьте, нигде не возникла критическая ситуация, я имею в виду основные центры, да, Европы и Штаты, когда у вас не снижается безработица, и при этом растет инфляция. Вот сейчас это вообще шоколадные условия, когда вы стимулируете, у вас есть резервы для стимулирования, и при этом никто вас не давит сверху, раздавят только снизу. А, кстати, вот эти искусственно созданы такие условия? Возможно. Или так получилось? Нет. Когда затевали все эти программы куе, ведь никто же не знал, что там будет. естественно, я думаю, что просто куда эти деньги стерилизуются, куда? Я думаю, что во многом они стерилизуются и в те структурные продукты, вне биржевые, естественно, которые позволяют это делать, потому что, ну, явно, не в сырье, как это было, например, в конце седьмого года. Явно, это не какая-то недвижимость или что-то еще. То есть, в принципе, учитывая, что объемы торгов везде по миру падают, явно это не фондовые активы. То есть, это должны быть дыры. То есть, надо подчеркнуть, что Америка растет, а объемы там... Объемы торгов падают. Точно так же, как у нас. Даже сильнее. То есть, это дыры. Значит, соответственно, дыры всасывают в себя ликвидность. Значит, либо мы будем расти вновь активно, агрессивно, все, да, весь мир, когда будут эти финансовые дыры стерилизованы, закрыты, да, и туда я не знаю, сколько, потому что рынок, скажем, производных, не биржевых, в Соединенных Штатах даже, извините, СЭК не могла оценить нормально. Поэтому, ну, очевидно, что это триллионный. Поэтому, да, по 85 миллиардов можно вливать туда еще несколько лет. Совершенно верно. И незаметно будет, да? Да. Давайте немножко желтизны в нашу программу внесем. Нет, не до такой степени Даша заулыбался. Не до такой степени. Соли гачки же. Ну, еще чуть-чуть. Я просто хотел поговорить о том, что вчера была презентация компании Apple нового продукта. А желтизна с точки зрения, вот как воспринимает этот обычный рядовой, да, непосвященный, может быть, человек, как воспринимает реакцию на то или иное событие, реакцию фондового рынка. Ну, в частности, вот акции компании Apple вчера упали на информации о том, на презентации о том, что продукт был неплох. Да? То есть он там опять какой-то очередной прорыв показал технологический, а может быть, эстетический, а может, еще какой-то. У тебя есть, кстати, Даш, Apple продукция? Есть один продукт. Я повторюсь, извините, конечно, это неправильно. Вчера я этот анекдот уже рассказывал. Это не анекдот, а такая смешная фраза, которую я где-то в интернете прочитал. Звучала она так. iPhone фирмы Samsung. Это замечательно, да? Здорово, да? Вместе с Nokia сделали. Причем так, там какая-то идет в контексте какая-то фраза, так серьезно что-то там объясняется. iPhone фирмы Samsung. У тебя есть iPhone фирмы Samsung? Есть у меня iPhone, и это единственное устройство, продукция Apple, которое у меня есть, и не считая нужным делать что-то, покупать что-то большее. Ну, ты, в принципе, следишь за тем, что, ну, вчера же приспособлено смотрела ты, нет? Не смотрела. Не смотрела, и, честно, мне не суперинтересно, потому что я такой пользователь, который вот есть функциональная штука, она работает, все остальное мне уже не важно. Это как раньше, извини, по поводу мобильных телефонов, да, когда пошел вот этот вал, сначала туда камеру воткнули, потом туда тысячу-то еще, и люди, ну, такой, видимо, такой консервативной закалки, говорят, зачем все это нужно? Зачем нужен телефон? Чтобы звонить, и все, и больше ничего не надо. А вон до чего дошло-то? Apple это мода, и как только эта мода пройдет, или кто-то их побьет по какой-то причине, мы увидим тут же это отражение. Но это же, это же не фундаментально важные какие-то вещи, это же не... Дашенька, милая моя, я сделал специально оговорочку, немножко желтизны, да, так вот, в принципе, да, как вчера рынок-то реагировал. В преддверии, да, росли, 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 я сейчас, есть у меня здесь. Ну, правильно, покупай на слухах, продавай. совершенно верно, поэтому сегодня, ну, я просто с некоторыми из коллег на радиостанции общался, меня спрашивали, а почему именно так? Ну, все банально достаточно. На самом деле, как раз отчетности и презентации вот таких вот компаний, которые являются, ну, символом маскульта, да, не там чисто финансисты сидят, а сидят блогеры и говорят, что вот мне там кнопочка что-то там, руку порезала, или что-то. Давайте ее поменяем. Или какая-то, она мне напоминает там, какие-то реминесценции у меня с модой 60-х, в общем, хрень всякая, извиняюсь за, за неэфирное выражение. Они как раз и оказывают самое большое влияние на волатильность на ту самую, на спрос, и, собственно говоря, они и формируют объемы денег. Хотя вроде бы, да, вроде бы. Люди абсолютно далекие от рынка непосредственно, да, от торговли акциями, от инвестиций. По идее, они должны быть от этого далеки. В принципе, если блогеры официально что-то освещают, они, по идее, я так понимаю, должны быть от этого очень далеки. Им должно быть запрещено. Но я что-то сомневаюсь. Ну, если уж продолжать эту тему, что есть огромное, большое количество сейчас странных индикаторов, которые, тем не менее, официально принято... Да, на цитировании, например, на упоминаемости, да, каких-то запросов и так далее. Да, да, да. Например, по конкретным продуктам можно и уже строить торговую модель. В этом есть рациональное зерно, безусловно. Есть такие. Конечно, конечно, есть. Это же настроение. Но настроение, мы говорили, мы привычно говорим о настроении рынка, подразумевая участников его, активных участников. А, не важно. Настроение потребителя это то же самое. Плюс не надо забывать о том, что сам по себе вот просто розничный потребитель это у нас. Его настроение на рынке напрямую не сказывается. А если это Америка, то или даже Китай, то там это может сказываться напрямую на котировках. То есть это настроение фондовых игроков, пусть мелких спекулянтов, не важно, но тем не менее. Ну, то есть ты ведешь к тому, что там большое количество, гораздо большее, чем у нас количество, да, имеет непосредственно отношение к фондовому рынку, пресловутые домохозяйки, 40 раз больше. Это в процентах. Или стратегии Баффета, которые говорят, что я покупаю то, чем пользуюсь сам непосредственно. Ну, да, или так. Конечно. Я понял. Хорошо, хорошо, ладно, спасибо за разговор о желтизне. Сейчас еще раз опривемся, у нас новости на Финам.ФМ, послушаем, продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ сегодня в студии Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента Аль Пари, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инициационной группы Универ Капитал. Мы разговариваем по поводу текущей ситуации на финансовых рынках, ну и в надежде увидеть новогоднее ралли 2013. Телефон студии 651099.6, код Москвы495, сайт компании финам.ФМ. Значит, давайте вернемся к российской, тем не менее, уже действительности. Даш, тебе первый вопрос, что происходит на валютном рынке, ну, локальном рынке, рубля, доллар, рубль, да, какие перспективы, что там укрепляться, он будет падать. Как ты видишь это дело? Ну, для начала хочется порадоваться еще раз за то, что он, он таки отрос после, родной наш деревянный, после летнего падения. И... Подожди, а ты с какой точки зрения радуешься? У тебя короткая позиция там была, что в доллар-рубль? Нет, я верю в то, что рубль должен быть крепким. Ага. Такой вот патриотизм. Ну, это нормально. Да. От аналитика особенно это слышать. Конечно. Такой квасной патриотизм. Подожди, ну, все же говорят, что слабый рубль поддержит... Кого? Хотел сказать загибающуюся, неправильно, не эфирный слов. А уже некого. Он бы и раз... Замедляющуюся российскую экономику. Слабый рубль поддержит замедляющую российскую экономику. Если сильный рубль, значит, он ее не поддержит. И она замедлится окончательно. Нет логики? Неправда. Неправда. Нам нужен сильный рубль, крепкая валюта, политический вес и вообще. Поэтому я очень радуюсь и ожидаю, что падения не будет. По крайней мере, до конца года. Бренд прекрасно, устойчиво занимает свою позицию и, слава богу, нет никаких движущих факторов. Пока отложен вопрос Сирии, не слышно ничего с Дальнего Востока. Прошу прощения, с Ближнего Востока, наоборот. С Дальнего Востока. С Дальнего Востока уже. Вот. Так что по рублю у меня самые приятные мысли. Сейчас вот, собственно, доллар немножечко просел и ожидаем небольшую коррекцию, но вот какого-то сильного движения на российском валютном рынке я не ожидаю. Евро, с евро чуть-чуть другая картина, да, евро сейчас выстрелило наверх. Да, да, да. Евро выстрелило наверх. Но опять же, как только будет небольшая коррекция, которую все же я жду, потому что ненормально, когда такие котировки для евро, то вот выйдет в такой достаточно узкий коридор и до конца года, я думаю, что будет в нем потихонечку. Если можно, давай уточним. Смотри, вот основным драйвером для того, чтобы рубль сейчас укрепляется, для того, что он укрепляется, все-таки не внутренние факторы, а внешние выступают. А именно ослабление доллара на международном валютном рынке, я так понимаю, Это первое, да. Высокие цены на нефть сюда тоже записать, да? Да. Вот. Ну и что там еще? Приток капитала, которого нет. Которого нет, да. Которого нет. Но локально это еще налоговые платежи. И то вот сегодня, да, конкретно ничего не платится, и мы видим, сразу слабеет. Вчера был НДС, да, в ближайшие дни будет НДП, и вот после этого, наверное, может быть и очень серьезное как раз проседание за 32,5 вполне. Опять же, ждем начала сезона отчетности за третий квартал. Соответственно, посмотрим, как они выступят. Я думаю, что никаких прям супер негативных сюрпризов не готовят. Поэтому... А то, что евро взмыл против рубля, это как раз, опять-таки, реакция... Это доллар виноват. Это евро-доллар виноват. Да, я так понимаю, потому что евро там откупали против доллара, и, соответственно... Абсолютно. Это доллар продавали активно. Но я думаю, что сейчас мы это все утрясется, утрясется, потому что любое сильное движение потом корректируется. Ну смотри, вот я опять к чему веду, Дим, присоединись, пожалуйста. Сейчас, ну, давайте от доллар-рубль все-таки, от доллар-рубль, да, как основная валютная пара. Сейчас на нее влияют, наверное, вот на последние движения все-таки внешние факторы. Сейчас внешние факторы устаканятся, успокоятся. И тогда станут во главе угла внутренние факторы. А вот внутренние факторы, никто, практически не один из них, ну, может быть, вот за исключением каких-то таких очень локальных, тот же самый, тот же самый, налоговые платежи, да, или там... Ну, да. Никто из них не говорит за укрепление рубля, внутренние факторы. За укрепление, не говорит за ослабление тоже, потому что нет недорасходования бюджета, например, сильного. Соответственно, не будет в декабре там активного вброса со стороны Росказы. А вот есть, по-моему, да, и другие мнения по поводу недорасходования бюджета, там уже он такой на грани. Сильно недорасходованный? Да, да, да. То есть остатки слишком большие недофинансирования текущих расходов регионов? Ну, окей, если есть, значит, есть угроза... Ослабление. Хотя, опять же, вот, по крайней мере, данные сентябрьские, я не видел того, чтобы он был действительно большой и способный разово в декабре какую-то вызвать сильную, сильную продажу рубля. Соответственно, ну, не знаю, просто сейчас действительно... Вмешательство регулятора, вот мне тоже очень интересно. Ну, а как? Со стороны ЦБ нашего уже ничего не ждут. Со стороны данных по инфляции сильно ничего не ждут. Со стороны притока иностранных инвестиций ничего не ждут. Ситуация на межбанковском рынке говорит о том, что ничего происходит сильно не должно. Согласен. Со стороны, да. Ни наши, ни иностранные инвесторы не меняют, грубо говоря, там, собственные позиции. Если мониторить это по, скажем, по позициям в ОФЗ, в длинных особенно, то не видно никаких-то сигналов для того, чтобы был резкий выход, резкий приток. Значит, будут сохраняться позиции на этих бумагах, будут сохраняться позиции на свопах, будет сохраняться позиция с курсом. Ну, то есть, не будет давления. Не будет давления, да. Снатительно стабильным будет. До конца года, Даш, в принципе, вот в каких-то диапазонах может быть, да, доллар-рубль движется в диапазонах до конца года. Я думаю, что текущий плюс рубль туда-сюда. Опять же, Центральный банк недавно объявил о том, что у нас монетарная политика чуть-чуть изменяется, да, скажем так. То есть, ставка рефинансирования, которая 8,25, она становится совсем номинальной, и, по сути, ориентиром становится ставка РИПО, да, которая 5,5. Делается узкий коридор, 4,5-6,5. Вот это вот ориентиры для денежного рынка. Опять же, пытаются прийти к тому, чтобы таргетировать инфляцию. Причем, опять же, уходят от диапазона и пытаются сделать ее точечной. Там, если помнить, не изменяет 4,6 на следующий год. Вот, соответственно, они делают ее такой, более гибкой, и, по сути, стоимость денег-то, она, ну, по сути-то, снижается. Вот, поэтому для рынка это более такая хорошая, гибкая система, и мы не ждем того, что Центробанк будет сейчас, опять же, они отказались от объемных инвестиций. То есть там меньше какой-то суммы, напомните мне, пожалуйста, какой, отказались вообще заходить на рынок, 60, по-моему. А, вливание, если происходит сильное движение, да, и плюс они расширили коридор слегка, вот, где не происходит этих активных, агрессивных вливаний. Вот это как раз все и загоняя в такое очень спокойное русло, и вот рубль может ходить в узком коридоре, и сильных движений мы не ждем. Я понял, я понял. Ну, то есть, подытоживая все же, если нет внешних факторов, которые заставляют рубль, повышенно, волатильно двигаться в ту или иную сторону, то внутренние факторы создают некую относительную стабильность, за которую ты и ратывала, собственно. Конечно, я всегда за стабильность. Ну, и слава богу. Ну, и слава богу. Замечательно. Ну, и возвращаясь к российскому рынку, теперь уже, да, все, что у нас осталось, немножко поговорить еще о рынке акций Российской Федерации. Ну, наверное, не стоит в очередной раз говорить, да, что мы падаем на фоне растущей Америки, там, или там, снижаемся, коррелируем, или обратная корреляция, или раскорреляция. То есть, живем своей жизнью, все же, скорее всего. Поэтому, с учетом этого, до конца года, Дима, что ты видишь на российском рынке? До конца года с Дарьей могу полностью согласиться, что это фактически консолидация, волатильная, в районе текущих уровней. Низшая точка, куда, ну, если по МВБ смотреть, то это район 1430. Вот. При неблагоприятном, ну, просто, грубо говоря, если та техника, которая сейчас сильная медведь расформировалась, пошла, ну, если она будет раскрываться без каких-то помех, да, никто не будет заливать ее деньгами. Вот тогда 1430 можем протестировать, после чего к концу декабря будем, скорее всего, вот в районе 1500. Вот поймем ВВБ. И, опять же, февральский, ну, февральский экстрем, максимум, да, наверное, будет. Не надо забывать про фактор Олимпиады. Хотя, все это спорно. Ну, спорно, не спорно, а тем не менее. Любая статистика, но всегда зимняя Олимпиада, грубо говоря, там, последние семь случаев приводило к тому, что квартал до Олимпиады и квартал, когда она проводилась, был рост на рынке соответствующей страны. Потом было падение. Но в этот период был рост. Поэтому это тоже не нужно забывать. Семь случаев это статистика. Да. Тем более, семь из... Ну, это условная статистика, да, хотя бы что-то. Плюс, не надо забывать, что если вернуться к рублю, да, это же тоже фактор спроса на рубль дополнительный. Поэтому, ну, и плюс определенное восстановление моды, потому что, в принципе, Россия, если посмотреть сейчас по любым индикаторам, по соотношению индекс РТС, индекс СНП, по увеличению там ПИ на И, по индексу средний, да, мы находимся, извините, на уровнях ниже 2004 года. А про моду мне понравилось, заинтересовало. Это ты что имеешь? Мода на страну. А вот в России тоже можно что-то купить. Людей приедет много. Может, там, средних инвесторы будут. Может быть, спрашивать будут, а может, давайте мы что-нибудь в России купим. Почему у нас нет российских активов в портфеле? Потому что это не модно. А мы скажем, это было не модно. А сейчас это модно. Смотрите, вот мишку олимпийского. Адвацию распадской хотя бы. Ну, это будет рост, не знаю, за сколько раз. Страшное дело. Ты как на моду, кстати? Ну, смешной вопрос. Я спрашиваю Даши, как она к моде относится. На моду, вот, в том смысле, что Дима заговорил, да? Она работает. Работает все-таки. Вот работает. Может быть, это не будет какие-то сумасшедшие объемы, но тем не менее не стоит ответить. Ну, само понятие существует такое. Есть мода там на развивающиеся рынки или на российский рынок или там на турецкий рынок. Вот так и понятие существует вообще? Ну, скорее на блок стран. Скорее вот там центр штата, центр Европы и центр вот Брикс и все вокруг. Почему нет? Я считаю, что, конечно, будет работать в нашу пользу. Тем более, что политически мы очень неплохо сейчас смотримся ввиду последних событий и веду рукоплесканий Путину и так далее. Почему нет? Я с оптимизмом смотрю. А в преддверии Олимпиады подрастем тоже мы? Связь есть здесь? Логика есть? В преддверии Олимпиады? Скорее да. Скорее да. В точке зрения улучшения инвест-климата, например, да? Скорее да. Скорее да. Я понял. Хорошо. Спасибо вам огромное. Уважаемые гости. Еще раз я напомню. Сегодня в студии сухого остатка Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента Аль-Пари и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований сезонной группы Универ Капитал. Мы обсудили со всех сторон текущую ситуацию на финансовых рынках. Ну и мне кажется, все-таки сделали вывод, да? Ралли быть. Умеренного. Умеренного ралли быть. Ну и ладно, пусть хоть умеренного. Спасибо огромное за внимание. Успехов на рынке. До свидания.